Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 то мы сможем понять в несколько раз лучше расстроиться у наших отцов и заново начать работать над собой. И так у нас есть путь до 120 лет. Путь такой, что каждый год, каждый период мы растем. Это основное. Чува – это не обязательно одноразовое действие. Есть, скажем, путь чувы. Человек, по большому счету, должен быть все годы, всю жизнь должен быть в состоянии чува, возвращения. Нам надо понять, к чему стремиться. Это первое. Второе – это не просто это понять, а по-настоящему этого захотеть. И устремиться к этому. Что-нибудь по-настоящему. То есть это требует самоотверженной работы над собой. Это не идет бесплатно. А я буду сидеть в кресле и думать, как я буду, как царь Давид. Ну, понятно, что просто смешно. И постараемся понять еще слова Хватрова, вот. Это возвращение, состояние, отдаление грехов. Надо знать, что кроме… Потому что наши грехи – это причина наказания. Это причина наказания и страдания. И это в мире грядущем. Есть грехи и вещь гораздо более страшная. Это то, что теряет нас от Всевышнего. И путь Чувы – возвращение. И то, что мы хотим уже стоить в свои святые дни. Дум Кипуру, включая Юб Кипуру. Слово Юб Кипуру – это буквально стоило, я перевел на слову. Это день искупления. То есть, по этим Чувом мы должны делать ежедневно и постоянно. Чем особенно значимы эти дни? Десять дней Трепера, десять дней Дни Возвращения, Юб Кипуру. Потому что на то, что есть помощь свыше делать Чувом. Потому что наше Чуво принимается гораздо лучше. И тем самым нашей Думы можно достойиться более полного, более цельного искупления наших грехов. Так вот, великое достоинство Юб Кипура в том, что дело даже сейчас не в наказании. Это очень важно, между прочим, наказание. Но тут есть один общий знаменатель. Причина наказания и причина длинного отца – это та же самая причина. Это присутствие греха. Грех, он создает причину наказания. И грех создает отдаление. Поэтому нам надо вернуться к Творцу с тем, что грех стереть. Стереть. И уже слышим, что Всевышний помог нам, извиняюсь, Он как бы аннулировал последствия нашего греха. Греха есть последствия, но еще немало последствий. Если мы удостоимся прощения и искупления, то эти последствия аннулируются и исчезают. И то, что с нас снимаются пятна наших грехов, эти пятна, не просто пятна, это слой ила, точнее грязи гораздо больше, чем ил, то отделяет нас от Всевышнего. Это затор, это смертность от Всевышнего года. И это, в частности, включается в слова Ховасанвобес, что чува это возвращение к Всевышнему от отдаленности грехами. Я хочу указаться на несколько аспектов. Тут, понимаете, это тема, о которой можно много говорить. Я постараюсь быть краток. В первых, есть у нас мечна, в Масе-Хотовод, который дает нам очень четкий путь работы над собой до 120 лет. Там сказано так, «Алтие расшаблившное смеха». Не будь преступником в собственных глазах. Каждый раз знает, в чем он жить неправильно. Вот те вещи, когда ты знаешь, что ты живешь неправильно, это надо исправить. Надо раскаиваться, надо прятать на себя. То есть, держать даже сейчас не удовольствие на себя, а продумать, как это недостаток для себя и жить. То есть, это великое правило. «Алтие расшаблившное смеха» не будет преступников в собственных глазах. Идемте дальше. Идемте дальше. То есть, тут, если можно сказать, вещь просто исполнить. Понимаете, если человек не знает ничего, никогда не думает, что он вообще может сделать что-то не то, то он скажет, а я вообще, мне надо делать что-то, я чистый праведник. Чистый праведник. Я еврей в сердце, порядочный человек и хорош семьянин. Я там кончился, его, что у меня хотите. Но есть тут одна вещь, в принципе, человек должен по закону защиты очень неприглядным. Знаете, что это такое? С самим собой. С удовольствием и качественными, с удовольствием и недостатками. Человек часто очень хочет от всего этого убежать. Убежать. От самого себя. И сейчас у него системы, у человека можно вообще никогда, у него нет времени о ничем подумать. Он будет бежать, я знаю, от мобильного телефона к электронной почте, к почте на какой-то сайт, сайт на другой сайт, фейсбук и так далее. То есть нет никакого времени остановиться, задуматься ни на секунду. Поэтому же писал вот этот шарим, это бы замысел фараона, чтобы не было, чтобы они были заняты каторжными трудами, чтобы не было времени задуматься о своих делах. там у нас, вот есть у нас святой день, который мы сейчас уже прошли, называется Шаббат Чува. Сейчас мы не говорим в виду исповедь, но Шаббат задуматься о наших делах, о том, как мы живем. Слава Богу, в Шаббат нет у нас ни мейла, ни телефонов, ни так далее. Есть шансы задуматься. Это первое. То есть надо, понимаете, нам надо выйти из ситуации, когда мы довольны самим собой. То есть не впадая в отчаяние, не впадая, так сказать, в депрессию на собственную на себя, но увидеть, что нам есть что исправлять. Это называется Хэшбонэфиш. И я по-русски это сам отчет. Хэшбонэфиш буквально. Рассчитать себя, увидеть себя. Увидеть себя таким, как я есть. Увидеть туда, куда же стремиться. И что меня отделяет от того, кем я должен быть. То есть в чем я сегодня надо увидеть, если то Хэшбонэфиш человек думает, что он чистый праведник. Он никуда еще не расшабев на ацмо. он не проснулся в собственных глазах, наоборот, он чистый праведник. После Хэшбонэфиш он должен найти у себя вещи, которые выяснятся вдруг, что на самом деле он не такой, потому что праведник. С тем, чтобы эти вещи думать, думать, как их справлять и работают над этим. Идемте дальше. Если говорить, я помню, еще хорошо, где-то полтора месяца назад прошли страшные события, это бойня в Гарнофе, которая была. Помню очень хорошо, как он это отреагировал Равар Лепштейн, на ему силу и здоровье и долгой лет жизни. Он сказал, что он так, каждый знает, что ему надо исправить. Он не хотел говорить что-то конкретное, но каждый из нас должен понять, разобраться, куда и что надо исправить. Опять же, есть вот одно но. Одно но, что мы думаем, что мы в полном порядке. Это нужно сделать беспощадный Хэшбонэфиш, не щадить себя слишком. И второе, надо знать, как должен выглядеть еврей, надо знать основы Торы. Потому что мы не знаем основы Торы, потому что мы думаем, что наши грехи это большие заповеди, а то, что нам кажется некоторая хумра такая, устражение, на самом деле это устражающий запрет. И для этого нам надо разобраться вообще в том, в том, что нам все еще заповедовал. Есть для этой части работа над собой, есть очень хорошая книга. Она есть по-русски под названием «Как вернуть ветеринарное». А по-нашему это называется Шарей Чува. Великая-великая Раба Ильяна. Эта книга кроме основ понятия Чува также разъясняется, дает нам представление о строгости нарушений, что является грехом, а что нет. И вдруг выясняется, что Шадлянский оказался самым простым вещем, даже вроде бы не запрещенным. оказывается, если вдуматься в эту книгу, из самых страшных грехов. Почему? Все очень просто почему. Женщик не знает Тору, он не понимает, не понимает, что он должен опасаться, не понимает, есть запрета, где нет. Более того, великая, всеизвестная Брайта, которая приводится высоко, это Бодазара, Давкаф, что Неканамар, Рапин Хасбен Йоер, отсюда вывел Рапин Хасбен Йоер, что Тора приводит к осторожности. Он вывел из того, что из запрета в Торх, что то, что казалось без запрета Тора, казалось бы, можно сказать, вещи, может быть, некрасивые, может быть, не совсем цельные, не совсем цельные, а Тора считает эти тяжкие запреты. Для того, чтобы думать, оценивать свои поступки, нам необходима Тора. Невозможности представить ничего, ни хашбонефеш, ни вовремя, ни возвращения, потому что человек имел какие-то элементарные понятия в Торе. потому что он может принять на себя волю Творца в целом, но если не знает, в чем эта воля раскрывается, то это будет очень хорошее желание, но практически не имеет никакого веса, потому что не знает, он думает, что все, что у него, это хорошо. Это хорошо. Поэтому, если мы говорим сейчас о Чуве, он должен посадить себя, учиться, знать, искать законы Торы, понимать глубину их, понимать их строгость, тем, чтобы отбежать нам, что никак от огня. Это то, что пишет и Шера, и Чува, то, что пишет приводит в Бесарта Ширим, что Тора приводит к осторожности, то, что приводит к Браитам, который прихозгоняю. Есть тут, если мы говорим уже в учебе, в учебе, в учебе, в учебе, еще одна очень принципиальная вещь. Эта вещь очень принципиальная, очень важная. Если мы говорим, что понятие Чува, это приближение, состояние отдаления из-за грехов, то, если мы трудимся над Торой, мы приправляемся к Всевышнему, тем, что приправляемся в себя, наш разум к Киваторию, это само по себе причина приближения, а также это причина и жизнь злого в своем себе. Великая книга брата Винского года приводит, что человек, изучающий Тору, он исполняет заповедь Беарта Рами Кирбеха и живи злой само себя. Потому что святость Торы, свят Торы, они очищают человека, просто очищают и справляют его. Поэтому, если сейчас говорить о вещах, в целом, самых простых, самых общих, у нас есть общее правило, быть преступником в своих глазах, надо разобраться, преступник я или нет, а в чем да, а в чем нет, значит, требуется хаджбоневич, отчет перед собой о своих поступках. Но, если мы не знаем, даже хотя бы начал всей Торы, начал имея в виду, сказать, знания заповеди, их детали, то, что нас обязывает, что нас не обязывает, если мы этого не знаем, то можем, будучи тяжелейшими нарушителями, думать, что вы чистые праведники. Это третья вещь. Это самое простое путь чувы, который сейчас касается каждого еврея. Я хочу сегодня коснуться еще нескольких аспектов этого. Когда мы говорили, сегодня упомянули понятия вернуться к всевышнему и оттолению греха, есть у Торы правила, есть у Торы детали. Детали, которые мы знаем, что мы нарушаем, надо их исправить и не нарушать, а наоборот цельно исполнять то, что надо исполнять. Но, когда мы говорим о, скажем так, об общем оздоровлении нашем, в целом мы исправились, в целом, я думаю, что есть один тут путь, когда я хочу вам предложить. Как известно, в Торе есть правило. То есть, те основы, на которых держится вся то. пример этому, то, что сказал Абия Кива, в Библии, что в Севастополье это большое правило то. И то, что привели наши мудрецы в конце Масекат Макот, что Хавакук, пророк Хавакук установил всю Тору на одной основе. На какой основе царник Бомоноса их праведник вера своя держит. То есть, это основа, это залог исполнения всей Тору. Надо себе немножко подумать, а что у меня с истинной верой в Торуца? Она в порядке? Это основа всего. Основа всего. Если не в порядке, что она работает, как рабочий справить? И поймите, это очень принципиальная вещь, что когда у нас есть некоторые общие правила, общие основы служения, общие основы служения, когда мы их исправляем, мы исправляем все. И Хавакук установил общее правило, на котором держится вся Тора. Царник Бомоноса их праведник вера свободен жить. Это значит, что вера не просто достоинство основы праведника, вера точно мы должны вернуться цельно, чтобы сделать пистину чему. Я сегодня, у меня была помощь свыше, я нашел в этом четкую вещь, об этом говорил Роман Штернбух, «Бог сил и здоровья», в последнем уроке. Он коснулся слов нашей авторы. Из-за особой автора, касается шаббат шива, начинается она так, шаббат 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 вернись всевышний до господа бога, фигашал таббат ванеха, и оступился в своем грехе. Он подчеркивает Роман Штернбух, одну деталь. Говорит целый до твоего бога в единственном числе. Если просто до всевышнего, а до всевышнего твоего. И я хочу этого коснуться. Он его касается, я тоже хочу этого коснуться. Вот основа всей Торы это вера, то, что называется ашгаха протид, в личном наблюдении Всевышнего нас от каждого из нас, всеми нашими поступками, личное наблюдение и личное правление нами. Надо знать, что Всевышний нами правит. Он нам устроит нашу жизнь, он дает нам браху, жизнь, он нас испытывает разными деталями нашей жизни, это все Всевышнего. Почему нам такое важное знание? Во-первых, мы же сказали раньше, если мы хотим обосновать возвращение к Творцу, надо вернуться к жизни под тем основам, на которых все строится, это вера. Основа веры это вера личной праведы Творца праведенами, наблюдения праведенами. это касается очень много деталей. В первых, если мы немножко вдуматься, это уже залог сходим жить с чевой. Почему вообще говорю слово такое жизнь с чевой? Потому что по большому счету мы все наши проблемы за три дня не решим. Понимаете это или нет? Они так просто не решаются. Хотя в Ян-Кипур можно успеть очень много. И более того, что такое Ян-Кипур, это время такого, когда мы находимся с самими собой и со Всевышним. Время, когда у нас есть много времени обдумать наши поступки, вновь подумать о чем мы исповедуемся. Есть личный перечень долгов, что это делать заранее, это у нас еще два дня подготовить. Еще вдуматься, то, что приводится из других книг, как возможный вариант исповеди, книги Ходи Адам и другие книги, то у нас есть время сделать такой самоотчет Хэшбон Непиш самим собой в самм Йом-Кипур. У нас есть полно времени. Поверьте мне, это гораздо важнее, чем успевать все говорить в Шалях-Сибур. По мне, идите до Ведуя и все время, что Шалях-Сибур занимается повторением молитвы, разберите самим собой. Соберите самим собой. Не потому, что в Ведуя требует исповедь требуется все, где там исповедуется. Это не так принципиально. Человек знает свои грехи, делает ничего и раскаивается, для него виду исповеди достаточно одной вещи. Хататэ. Я перед тобой согрешил. Но дело не в этом. Дело не в самом исповеди, а в том, чтобы человек исповедью сопровождалась хэшбонэпэш, самотчетом. Потому, что он разобался в том, что он сделал чего во время этой исповеди. Чтобы в будни сейчас продумать наши поступки, почувствовать их тяжесть, их движение оберзительность зачастую. Но связь с тем кипура, которое осеняет и нас, помогает нам видеть лучше наши поступки. Не в лучшую сторону, а лучше видеть, что сколько они часто недопустим. И нам надо это время использовать для самоотчета, чтобы мы исповедовали в этом, как мы себя исторгали это, отмежевывали с этого. Не словами, а чтобы у нас запечатлялось внутри то ощущение низменности наших поступков, чтобы это помогло нам дальше к ним возвращаться. Так вот, я с ней сказал уже, что вообще-то говоря, надо выйти на путь Чувы. Что есть путь Чувы? Да, когда мы действительно удостоились делать Чуву, исправить то, что можем эти святые дни и выйти из земки Пура очищенными, полными сил и радостей, что с нас списалось, стерлось много-много слоев зла, тут работа над чего сейчас только начинается. Почему? Что на самом деле еще есть много слоев, которых мы не коснулись. В чем направляется эта работа? Потому что мы поняли для себя, что работа только начинается. В том, что мы хорошо используем кипуру, это очень непросто. Это значит, что работа только начинается, как она продолжается. Очень просто. Мы постоянно наблюдали свои поступки, постоянно учились и через эту учебу глядили на самих себя. Где мы отходим от того, что надо быть? Где мы отходим от замыслов быть, Авраам, Исаак, Иаков, как царь Давид? Где мы преступники в своих глазах? Это необходимый взгляд на себя, это то, что надо вникнуть в это до им кипура и подумать, как нам жить ежедневно, наблюдая за тем, что мы делаем, и понимая, как надо жить, как не надо жить. Тогда будем успевываться постоянно, и думать кися постоянно. Потому что в большом счете вещь очевидная, что запрещение к Фарсу, она не связана со временем, она постоянная, она постоянная. И просто особое время это Йом-Кипур, и здесь нет репета, когда она с легкостью принимается всемышней, и большая помощь вернуться в эти дни. И есть обязанность, даже по Торе, сказано, что Йом-Кипур перед всевышним ощутитесь, это имеется за чувак. Но в целом вернуться к Творцу это постоянная обязанность. Вот если мы настроим на это в Йом-Кипур, потому что мы начинаем в следующий год с чего? С тем, что начинаем смотреть на себя глазами Тор. как это делать? Мой старший сын Рабгидалия, он удостоился учиться еще Равольбе в его Ишиме. Равольбе обучал их, как учить мусар. То есть учение мусара означает хешбоневиш, самый отчет перед собой, то есть ты что-то учишь книги мусара. не торпись прочесть, прочти медленно, становись спокойно, вдумайся, как то, что ты учишь, тебя касается. Ты живешь так или не совсем так? Совсем так. То есть это то, что ты учишь, обрати это на самого себя. Ты занимаешься Торой. Торой – это великий свет. Но знаете, можно фонарь направить в одну сторону, а можно в другую. Человек может изучать Тору, будучи научным собственным началом, что сделать? Он будет прекрасно разбираться в недостатках других. А вот тот, кто говорил Лошонара. Так, я учил Лошонара, я учился в Харлицхайе. А тот то сделал другое. А тот то нарушил такое-то. А что он делает он сам? Он просто на себя не смотрит. И надо нам научиться, это есть истинное изучение Мусара, что в нашу Тору мы обратили ее свет на самих себя. На самих себя. Поэтому одна вещь, которой нам надо задумывать еще до Емкипура, то мы начинаем день после Емкипура. Мы учим Мусар или не учим Мусар. Мы думаем о том, что мы учим обращать нас самих себя, как себя спротив или не делаем. Понимаете, Емкипур это вершина работы над чего всего года. Это не одноразовое, так сказать, столько-то испобедей делаешь вот так, платишь немножко иногда, такой день такой, проблем проходит, можно вернуться дальше, так сказать, ко всей грязи, которая была до этого. Это очень страшная притча в книге Хаядам. так вот, нам надо настроить себя еще до Эмкипура, что мы сейчас при всем нашим трудами ночевой, мы задумываем заранее, как продолжить работу ночевой дальше. Это очень принципиарная вещь. Несловно, эта работа над собой включает в себя также изучение Тора. Но, чему же дополнение этого, надо Тору превратить в мусар. В многих местах там пишется слово мусар, Раша объясняет, что имеется в виду Тора. Как Тора превращается в мусар, Тор тоже говорит, человек Тор, он через глаза Торы смотрит на себя и думает, как себя исправить. Кажется, еще одна вещь. Я вам скажу одну притчу, когда слышал Тору Пинкуса. Может вы уже читали, как это было саг эту притчу, но очень принципиальная вещь. Если конечно вдуматься по большому счету от объема наших проблем, которые у нас есть, как и все эти вещи исправили, так человек может очень просто отчаяться. Отчаяться нельзя. Нет выхода, надо исправлять, что может. По этому поводу вообще Рапикус не говорил, про чего он это истинное, верное отношение отчего. Он сказал так, исполнить Тору, быть хорошим евреем, цельным евреем, это тяжелейшая работа, она тяжелейшая не только для нас, но и для Раши, для Рамбом тоже бы дежурничная работа. А что делать? Он прям притч очень такую. Он сказал так, молодой врач, который только закончил институт, вышел на работу, его оставляют дежурным в самом тяжелом отделении больницы на ночь, он будет там один. Врач был в ужасе, несколько смертельно опасных больных, скотов, и что он один сможет сделать, если там не могу. Сказал, нет, ты можешь, мы тебе поможем, как тебе поможем, если есть какая-то проблема, нажми кнопочку, чтобы пришла помощь. И врача не было выхода, он остался на ночь, все прошло так, как он боялся. Сразу было никаких проблем с больными, опасно больными, часть из них умерла, так не мог заниматься. Он в одном только забыл, что надо на кнопочку нажать. В этом он забыл. Он вызывает его в суд, халатность в исполнении обязанностей врачебных. Он говорит, я вас предупреждал, я молодой врач, только что кончил институт, я не могу все это делать, я не знаю, не умею. Он сказал, вы можете сказать, если не знаешь, нажми на кнопочку, придет помощь. Почему ты не нажми на кнопочку? Он проиграл дело. Рапина сказал так. в том, чтобы быть хорошим евреем, мы все как молодец отца, молодой врач. Нам дана кнопочка. Это сила нашей молитвы. Обратиться к Всевышнему, когда мы сами что-то не получаем, мы не можем. Это великое правило в жизни. А тем более оно касается возвращения к Всевышнему. Давайте просто вдумаемся в такую простую вещь. Потому что у нас все исповеди, все ведуимания. Где говорится веду вемки пол? Продолжение шмолайства. Где говорят веду хазан шлях тибол? Все дни шмолайства. Где мы спередуемся в чьи всего года? Или шмолайства. Или позже шмолайства вместе с молитвой о 12 мерах милосердия. Почему? Чуба требует великого милосердия Всевышнего. Без нее нет чубы. И милосердие можно остаться чем? Обращаясь к нашему Творцу воистину единственного цельного милосердного обращения милосердия. Поэтому молиться это великая часть чубы. И поэтому поймите миноги сроль тойры обычный наш народ это Тора. Чем занимаются евреи милосердия. Они исповедуются и молятся. Все. Практически все. Нам надо научиться молиться. И тут конечно я расскажу просто одну вещь. Это что такое определение что молитва наилла завершением кипура она по своей святости возвышенности ее отношение к остановям кипуру к восстанию с буднями всего года. Я немножко еще это объясню. Во времена временной илы нарушающем кипура раскрывается величайшая врата высшего милосердия закрытым всем годом закрытым пронички весь вам кипуру. Символ этого раскрывается во время повторения молитвы хазаном широко распахиваются двери огромного кодича находятся тора и не закрываются и закрываются до последнего кодича. Это знак о том что врата милосердия свыше не раскрыт это время и исповеди это время побороть усталость побороть голод и жажду и санкетвердженную молитву. И в особенности это касается и в особенности это касается то что мы говорим слихот милосердия вместе с 13 миломерной милосердия. Если немножко понимаем это то источник кемки пура это прощение Всевышнего что он простил нашему народу грех святого телца и заново скрижали заветы это было десятого тишри последний день когда Машарабейн поднялся ввысь и тогда же Всевышний открыл Машарабейну и самые 13 милосердия. Гляньте наутики кетисов в конце книги шмот там все это ясно написано. Это раскрытие цель на этих великих милосердия от вратца. Время этого это именно Йом-Кипур и максимальное время это именно наутики 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 поэтому надо просто знать время наутики это время войны на все мобилизовать все силы и духа и физические силы молиться со всем каваной со всеми намерениями действительно раскаяться еще раз в своих грехах раскаяться исповедоваться в этом чтобы в это время решаются судьбы всего нашего народа и нас в частности тоже. надо понимать мы сейчас прошли нелегкий год с многими ценностями и личными многих людей и общественными мы еще не забыли о кропролитии в Гарнофе почти 10,5 месяцев тому назад мы не забыли страшнейшего пожара в Нелке первого Несана и много много других учеников подошли в этот год это вещи просто понимать все эти вещи они подошли в силу запечатанности закона запечатанности приговора в эти святые дни в Шашина и в Кипур и немножко остается ничего в Шан-Раб поэтому время это мы сейчас перед вынесением приговора поэтому тут нельзя себе делать поблажки я уже устал вот я присяду немножко забудусь трудно поститься нет это время войны время войны что вам всем и саму себе и всему нашему народу что будет достоин сделать истинную чугу в эти дни достоинство прощения и хорошего постановления свыше чтобы всех нас всего нашему народу был действительно год был полным благословения добра здоровья благосостояния все что нужно каждому из нас по-настоящему Гмакси в итоге как утихов Продолжение следует... 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 Продолжение следует...